рада вас приветствовать на youtube канале в гостях у фатины сегодня 10 октября до нового года остается совсем ничего я делаю колбасы сыровяленые чтобы можно было полакомиться за новогодним столом сейчас я буду делать сыровяленую колбасу в холодильнике со специями для сыровяленья у меня свинина кило 500 мы ее порезали тонкими вот такими полосками отбила я ножом чтобы разрушить белок эта пленка вернее черева полимерная для сыровяленая ай цел называется буду делать ней взяла на примерно по полметра три штучки посмотрим сколько получится так это смесь приправ для сыровяленья я взяла 8 грамм 15 уже не стала брать дела 8 так и нитритная соль на килограмм фарша идет 25 грамм здесь у меня 37 грамм и старт и изикюр так как у меня был один пакетик ну а пойду с одним ничего страшного и бечевка завязать колбаски сейчас я буду вымешивать фарш долго очень затем я набью шприц и покажу как буду набивать рубленый фарш я вымешивала минут 15 до липкости заполнила шприц одела пленку завязала кончик и сейчас буду пытаться наполнить черевую эту наполнял до этого натуральную оболочку фаршем было очень легко сейчас посмотрим как рубленый фарш будет поступать череву стоит прилагать усилия так сейчас надо придерживать немножко конечно сложнее сейчас я сделаю поплотнее батончик вот здесь воздух потом процесс увязывания я уберу весь воздух думаю достаточно итак я начинаю набивать второй батончик тяжеловатенько ничего всему научусь и так все интересно и захватывает сейчас поправлю немножко оп развязалась слишком сильно поправила ничего сейчас я это завяжу и утяну сюда чуть-чуть еще все вторая колбаска и сейчас я буду наполнять третий батончик не знаю насколько хватит двигается тяжело трех не хватило черевы отрезков посмотрим тут наверно небольшая будет колбаска попытаемся выдавить до конца все больше не идет значит закончилась сейчас я еще из трубки вытащу набью до конца затем перетяну покажу как получилась перетяжка итак у меня получилось вот пять колбасок сейчас я их упакую стрейч пленку на сутки чтобы они полежали и старты изикюр заработали а завтра к вечеру повешу их в холодильник на дверку как это будет выглядеть я вам покажу сегодня 21 октября колбаски что я поставила на сыровя лине уже 21 день дачная вот пять батончиков висит это я оставила еще три вида 13 числа тоже сыровя лине так что через два месяца нет какая-то через три месяца будет готовит готова вот так вот она болтается в холодильнике пожертвовать пришлось ящиком для овощей ну там одна морковинка да одна свеколинка все время болтается поэтому вот так супруг мне сделал очень удобно теперь у меня целое место в холодильнике под мои эксперименты с колбасой колбаса уже начала терять веси морщиница вся эта колбаса воицеловской оболочки вот так она висит проветривается холодильник ныряем постоянно наверное как и каждый из вас движение воздуха есть ну вот видео снимаю в догонку как готовила дачную колбасу ну не знаю смысл снимать видео как наполняется шприцом каждая колбаса я не вижу составы правда у всех разные но ну очень интересный процесс мне очень нравится жду конечно отличных результатов вот такая вот вещь у меня живет в холодильнике сыровяленая колбаска и сыровяленая солянка у меня вот какая-то из них не знаю какая уже вешала не по сортам потом буду смотреть сейчас у меня здесь висит 20 батончиков ну к новому году будет чем порадовать семью готовьте девочки это очень легко и просто информация в интернете очень много сайта ем колбаски вам пришлют все что вы выберете очень быстро присылают процесс очень интересный готовьте если получается у меня получится и у вас всем хорошего дня пока по всем, пока